Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. У нас сломался сейчас Нуни, Санцуфати, Рафини. В общем, довольно много игроков атаки. Ну и у нас сегодня пару матчей в чемпионате, а также ответная игра в 1-8 финала Лиги Чемпионов против Дортмундской Баруси. В прошлой серии мы сыграли с ними в ничью 3-3. Матч получился довольно непростым. Плюс мы смогли выйти в финал Кубка Испании. Ну и сегодня будем продолжать борьбу в чемпионате и постараемся выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Вы поддержите все это дело своим лайком, напишите комментарий, а также не забывайте подписываться на канал здесь впервые. И по ссылкам в закрепе взлетайте в наш телеграм, чтобы всегда быть в курсе новостей, анонсов и уведомлений. Там же ссылка на мой твич канал, где у нас проходят стримы и ссылка на второй канал, где у нас прохождение сюжетных игр. Первый матч у нас сегодня против Валенсии. Вот их стартовый состав. Видим и Гарначо у них на левом фланге атаки. Ну и будет интересно посмотреть, что они покажут. У них три последних матча. Это три победы. Вот состав нашей команды на эту игру. Ну и давайте начинать. Если в чемпионате у нас есть неплохой задел над мадридским реалом, что позволяет нам где-то немножко ротировать состав, может быть, играть не совсем полную силу, то вот в Лиге Чемпионов, друзья, нужно быть готовыми на все 110%. И с учетом того, что много игроков атаки у нас, к сожалению, на травме, нужно исходить из того, что есть. К сожалению, Рокки и Ямаль пока не проявляют себя настолько, чтобы можно было ими полноценно, легко заменить того же Нуниза. А вот здесь здорово разобрался Ника Уильямс. И он открывает счет, ребят. Ника Уильямс продолжает свое голевое шествие с прошлой серии. Здесь посмотрите, как здорово он развернулся, ушел, прицелился. И шикарно с правой ноги щечкой послал мяч в дальний угол. Вот как раз так я люблю забивать в дальний. Не стал здесь Уильямс бить левой ногой. А прицелившись, попал с правой. Четвертая минута. 1-0. Ника Уильямс и его очередной гол за Барселону. Нужно, кстати говоря, будет посмотреть статистику игроков нашей команды. Ну и Валенсия, я скажу так, не растерялась после первого пропущенного. Сразу пытаются быстро пойти в атаку. Карауха. Стараемся перекрывать зоны. Удар есть. Мяч сваливается с ноги. И вот здесь так же хорошо, как у Ника Уильямса, у Гарначо удар не получился. 16-я минута. Я на секунду подумал, что сейчас просто продолжится атака Валенсии. И никакого фола не будет. Да что ж вы так бросаетесь в ноги-то резво. Фрэнки Де Йонг. Пытался здесь Толевандовский сыграть. Я вот замечаю, что Толевандовский стали играть гораздо-гораздо плотнее в последнее время. Уже столько свободы, сколько у него было раньше, ему просто не дают. Здесь не получилось сыграть с Хави Симмонсом. Но здорово. Отработали. И Фрэнки Де Йонг подлавливает соперника. Фрэнки Де Йонг бьет и забивает второй гол Барселоны в этом матче. Это 2-0 на 31-й. Но у нас шикарные исполнители. Вот есть те ребята, которые действительно могут в моменте показать свой уровень. И здесь Фрэнки Де Йонг без какой-то боязни залетает в штрафную, прицеливается. И слева попадает под перекладину. Хотел Хави Симмонс прокинуть на Толевандовский. Извиняется сейчас перед партнером. И на 38-й минуте у нас еще один угловой. Подача. Жуль Кунде до мяча не добирается. Кимих ждет сейчас забегания Джеймса. Там, по-моему, уже положение вне игры. Тут придержим пока мяч. А вот сейчас Хави Симмонс открылся. Но прорваться у него по флангу не получилось. Последняя минута. Компенсированная к первому тайму. И Гарначо пошел вперед. Джеймс его встречает. Ну и все. Первый тайм закончен. Пока 2-0. Комфортный для нашей команды результат. Начинаются вторые 45 минут. Мы пока играем без изменений. У Валенсии вроде как тоже замен никаких не было. Роберт Ливандовский. Хави Симмонс. Треугольничек здесь разыграли. Симмонс против двух. Хави Симмонс. Удар в дальний. Не попадает он слевой. А момент был неплохой. Джеймс выиграл мяч. Отдал Ливандовский. Тот выкатил на ход. Хави Симмонсу. И Симмонс все пытался сделать сам. Ника Уильямс. Пас на Деста. Никакого офсайда нет. Фрэнки Де Йонг. Передача в центр. Роберт Ливандовский. Гави. И снова. Не хватает точности. Давайте Серджи Роберто выйдет вместо Джеймса. А вот сейчас опасный момент. Рауха молодец. Заблокировал. От Деста Лихо ушли. И. Но здесь. Гави и Рауха справляются. С атакой соперника. Ника Уильямс. И по флангу здорово на Гави. Агави успел протолкнуть мяч на Ливандовский. Ливандовский залетает в штрафную и укладывает третий. Ливандовский дойдет свой момент. Который он сможет реализовать в матче. Ну и вот во втором сезоне с такими командами все-таки вы сами видите, что наш клуб выглядит очень бодро. Я думаю уже можно выпустить Рокки. Мы снова. Снова 3-0. В принципе комфортный результат. А комфортен он за счет того, что мы в центр поля. Ближе к обороне. Купили такого футболиста, как Кимих. Наша защита сыгралась. И в принципе все те атаки соперника, которые у них есть, мы стараемся ликвидировать. Еще до возможного удара. Ну посмотрите как Дэ здорово действует. Здорово. Кимих. Классный отбор. Кимих залетает в штрафную. Нужно бить. С его ударом вратарь справился. Удар Фрэнки де Йонга. Не попадает он в створ. Ну и здесь, как мы видим, замена у Валенсии. У нас тоже вышли свеженькие футболисты. Мяч улетает к центру. Свистит главный арбитр этой встречи. Победа 3-0 и 3 очка в нашем кармане. Итак, ребята. Лучший бомбардир Роберт Левандовский. Дарвин Нунес, который многие называют бревном, которого мы зря купили, находится на третьем месте в бомбардирской гонке, с учетом того, что у него уже вторая травма. Но 15 своих голов практически столько же, сколько Венисиус, но он смог забить. По голевым передачам. Ника Уильямс. 12 голевых. Здесь также есть Гави, Роберт Левандовский, Бернарду Силва, Рокки. И может быть кто-то даже еще присутствует. Ну вот Фрэнки Де Йонг я вижу 4 голевые. И в принципе все. А по сухим матчам лидер Терштеген. Что касается Лиги Чемпионов, то здесь Роберт Левандовский из нашей команды на четвертой строчке. Также, ребята, может быть есть кто-то еще. Но нет. Больше из наших никого. По голевым передачам здесь я тоже особо никого из наших не вижу. Видимо, там очень мало голевых. Либо статистика опять что-то путает. Ну а по сухим матчам Терштеген лучший. Ну а вот статистика этого сезона. Роберт Левандовский. 29 голов, 8 голевых за 33 игры. У Ника Уильямса 19 голов, 13 голевых. Дарвин Нунес. 18 голов и 2 голевые за 23 матча. Мне кажется, знаете, это довольно-таки неплохая статистика. И кто бы что не говорил, что это какое-то бревно. И зря его купили. Я не знаю. Мне кажется, статистика говорит об обратном. Хави Симмонс. 10 голов, 3 голевые. Рафинья 6 голов, 3 голевые. Педри 5 голов, 3 голевые. Бернарду Силова, Гави. Здесь у них преобладают именно голевые передачи. Так же, как у Фрэнки де Йонга. Рокки. Вот видите, 24 матча. 3 гола и 6 голевых. Жуль Кунде забил 2 гола, как и Фермин. Кимих 1 гол забил и сделал 4 голевые. Но Кимих меня радует именно своей игрой в центре поля. Вне зависимости от того, забивает он или отдает, он делает очень большую работу по отборам в центре. И это очень важно. Сейчас у нас игра против Рая Валикана. Давайте посмотрим на их стартовый состав. У нас сегодня тоже довольно интересный состав выходит. У НИТ ни одного и победы за последние 5 матчей. Фальха у них на острие атаки. Старичок, сколько ему там лет, интересно уже. Ну и давайте посмотрим на состав нашей команды. У нас сегодня выходит Рокки. Выходит Бернарду Силова. Выходит Фермин, Субименди, Сержа Роберту, Бальде. В общем, такой немножко разноплановый состав. И давайте начинать. Ну а через 2 или 3 дня у нас уже ответная игра с Барусей. Барусей, которая, если мне не изменяет память, приедет к нам в гости на ответный матч 1-8 финала Лиги Чемпионов. И вот там решится, кто же пройдет дальше. Если с чемпионатом у нас, в принципе, все понятно, мы вряд ли отдадим победу Реалу в этом сезоне, то вот в Лиге Чемпионов еще ничего не ясно. Если только на стадии 1-8 уже Дортмунд нам дает такое сопротивление, то что же будет дальше? Будем стараться. Для таких футболистов, как Субименди, Рокки, Фермин, сегодня, ребята, шанс показать себя. Нико Уильямс. Пытается, пытается сейчас соперника скинуть. Уильямс получает по ногам, здесь должна быть карточка. И она в руках арбитра. Отлично, одним движением убирает соперника Бальде. Пытался добить Хави Симмонс, там был у него офсайт, но Рокки, Рокки должен был забивать. Рокки, вот здесь здорово. Ну и побежал, побежал на ворота соперника, Рокки. Как же долго. Пока я ждал, что он переложит мяч, его уже смогли отнять. Отлично действует Уильямс. И хотел я здесь на Хави Симмонса скинуть. Но Симмонс остался за спинами футболистов Рая Великана. А здесь хороший проброс мяча. Жулькун Дэ не поспевает. Но зато успевает Эрштеген. И первый тайм закончен, пока ребята 0-0. Ну вот даем сегодня поиграть несыгранным парням между собой. Да, кто-то частенько выходил, но вот в старте, в таком сочетании, мы мало их видели. Поэтому пока, может быть, не везде клеится. Ника Уильямс на правах, так скажем, лидера команды пытается где-то взять на себя. Ника Уильямс. Передача на Фермина. Фермина навешивает. Ну же. Бернарду Силова попадает в штангу. Передача на Рокки. Ну нет. Вот в чем сыгранность, ребята. Вот в таких моментах. Когда Рокки, казалось бы, открывается. Субименди мяч выиграл. Но не получилось просто точно сделать пас. Рокки. Забрасывает на Ника Уильямс. Уильямс. Сразу же скидывает в центр. Хороший, мощный удар. А добить. А добить не вышло. Рокки. Взбивают Рокки. Угловой будет. Субименди. Хорошая передача на Рокки. Ну же, забивай. Ну я не знаю, ребят. Рокки пока просто не везет. Просто мне кажется, вот в этих моментах Дарвин Нунес и Роберт Ливандовский уже бы забили. Ну просто такие моменты, где нужно забивать. Но вот у Рокки не клеится. Хави Симмонс. Прошла передача Рокки. Хотел он выкатить здесь в центр. Хави Симмонс пошел на забегание. Симмонс получает передачу. Пас на Рокки. Рокки забить. Ну наконец-таки, ребята. Наконец-таки этот парень забивает. Мы оставили его до самого конца. И все-таки один момент он нашел. С каким трудом. Но Ника Уильямс и Хави Симмонс молодцы тоже в этой атаке. Один протащил. Второй изловчился сделать этот пас на Рокки. Ну и Рокки слева и попал. Притирочку со штангой. 87-я минута. Это, ребята, 1-0. Ну вот вы видите, как много значит состав. Когда он сыгран. Когда парни на кураже. И как все меняется, когда ты выпускаешь резервистов, которые не часто играют вместе. И вот от этого очень сильно зависит игра в целом. Матч закончен. Победа 1-0. Вымучили, что называется. Но три очка забрали. И движемся дальше. Ну а вот, друзья, Лига Чемпионов. Много интересных команд в одной восьмой. Но лишь только часть из них пройдет в следующий раунд. Мы сейчас принимаем Дортмунскую Боруссию у себя дома. На выезде мы сыграли в ничью 3-3. Вот их стартовый состав. Нужно, конечно, повнимательнее смотреть за Диеми, за Брантом, за Лукаку, Малином. Потому что эти парни действительно показали в первой встрече, что они готовы, ребята, дать бой. Играют в основном на контратаке. Но у нас сегодня выходит вот такой вот составчик. И, ребята, поехали. К какому-то перепугу Хави Симмонсу решили накинуть восклицательный знак. Что он играет не по своей позиции. Хотя до этого матча этого восклицательного знака не было. И он играл точно так же. На том же самом месте. Я не знаю. Но вот так игра работает. В один момент игрок подходит, а в другой нет. Ну и сразу Дортмундская Боруссия полетела в атаку. В первом матче они нам сразу забили. Буквально в начале встречи. Сейчас нужно, ребята, повнимательнее действовать. И посмотрите, какой напор. Диеми сразу же жестко влетает Джеймса. И это лишний раз показывает их настрой на эту игру. Хави Симмонс. А Хави Симмонс тоже может пробежаться, ребята. Хави Симмонс залетает штрафную. Бьет поворотом. И уже мы выходим вперед. Вот вам, ребята, и позиция, которая не подходит. Как говорит FIFA. Дали здесь. Дали Хави Симмонсу пройти. Ну а дальше защитники пытались догнать. Ну и Хави Симмонс исполнил. По-моему, на выезде мы пропустили на четвертой минуте. А дома мы забиваем на седьмой. Но Дортмунд не сдается. И Терштеген вытаскивает удар Лукаку. В прошлой встрече этот парень больше разыгрывал. Больше выигрывал верховую борьбу. И отдавал пас своим партнерам. Фух. Мяч вылетел мимо. Я думал, он залетает в сетку. Надо сейчас повнимательнее, ребята, действовать. Жулькунде дал ударить Зулли, по-моему. Да, это был он. Джеймс. Хави Симмонс. Здорово. Разыграли Хави. И засылает вперед Симмонса. Ника Уильямс поднимает руку. Пошла подача. Ух, Симмонс-то влетал, ребята. Просто ракетой на этот мяч, но до него не добрался. Лукаку выигрывает вверх у маленького Гави. И Гави на травме. Да вы издеваетесь. Вы просто издеваетесь, ребята. Да, ребята, Гави на каком-то ушибе. Скорее всего, нужно делать замену. Но сделаем ее после этой атаки. Ника Уильямс. Забить второй. Получите, распишитесь. Это вам за Гави, ребята. Это вам за Гави. Это 2-0. А я говорил, что дома мы покажем другую игру. И здесь здорово. Ливандовский выждал вот эту паузу. Когда Ника Уильямс мотался вправо-влево. Выскочил из-за спины. Ну и здесь шикарно переигрывает Кобеля. Очень жаль Гави в этом матче. Потому что у него только-только как раз пошла вот такая, знаете, хорошая игра. Именно его я выбирал. А не Педри, не Фрэнки де Йонга, не Бернарду Силву в некоторых моментах. 30 минут. Вот вроде два гола забили. Но согласитесь, Дортмунд показывает хороший футбол. Где-то может быть немножко агрессивный. Передача на Ливандовский. А Лёва бьет. Лёва бьет, ребята. Кобель тащит. Ливандовский пытался здесь Зуле напугать подкатом. Гюндаган. Прошла передача по флангу на Карвахале. Карвахаль на ложном замахе убирает одного. Карвахаль пролетает дальше в штрафную. Скидка. Но здесь Фрэнки де Йонг. Молодцом, Арауха. Сыграл в подкате, не получилось. Тут же поднялся, перехватил. Ну и первые 45 минут закончены. Пока 2-0 мы впереди. 5-3 по ударам в пользу нашей команды. Мы смогли забить два мяча. Но Дортмунд тоже хорошо смотрится. Так же, как и в первом матче. Так, нам сейчас вот эти привозы не нужны. Бранд передача на Гюндагана. И тащит Терштеген. Эх, это был заброс на Хави Симмонса. К сожалению, не самый лучший. А это Роберт Левандовский. Это ребята Роберт Левандовский. Да, он забивает супер бывшей своей команде. Я не хотел праздновать, но честно просто забыл. Забыл кнопки отмены празднования. Но здесь Дортмунд поплатился за свои ошибки. Не знаю, почему Кобель, когда вот мы только делали этот заброс на Хави Симмонса, почему Кобель в штрафной мяч в руки не забрал, а решил из нее выйти и повести мяч ногами. Лукаку. Какой розыгрыш! И Дортмунд забивает один. Еще ничего не закончено. Это Малин. Это 6-4 по сумме. 3-1 сегодня. А помните матч против Мадридского Реала, когда мы 3-0 выигрывали, а сыграли в итоге 3-3? Вот сейчас этого бы не хотелось. Нужно продолжать сейчас идти вперед. Ника Уильямс. Желтую можно Карвахалю. Но нет, пока устно. Пока устно предупреждают. Левандовский. Попытка еще одного удара. Давайте Серджи Роберту. Снова вместо Джеймса. Наша привычная замена. Вторая, кстати говоря, уже сегодня. Здорово Дест. Разбирается с Карвахалем. Дест. Прострел. И выбивает. Защитник Дортмунда. Там уже был за спиной. Фрэнки Де Йонг, который мог, мог забить. Ника Уильямс. Подача. Роберт Левандовский. Но нет. Первый Кобель. Он забирает мяч в руки. И смотрит, кому бы, кому бы его доставить. Ой-ой-ой. Вот это подарок. Это подарок Левандовский. А он им не воспользовался. Адееми набирает скорость левым флангом. Передача пяточкой. Опасный момент. Молодцы. Отбились. Ну и теперь побежали. Роберт Левандовский. Передача на Бернарду Силу. Пять минут до конца. У нас перевес в два мяча. Фрэнки Де Йонг. Ника Уильямс. А вот перевес их в три мяча, ребята. Ника Уильямс снова забивает. 4-1. Дома мы разносим Дортмунд. И уже, можно сказать, с уверенностью. Мы проходим в четверть финал. Ну и Ника Уильямс. Как же он хорош в последних сериях. И с правой, и с левой, и в дальней, и в верхней. Куда угодно этот парень может забить. Для меня, честно скажу, он прям стал каким-то открытием. Я до этого за него ни разу не играл. Но он очень приятно управляется. У него очень хороший такой легкий дриблинг. Хорошие удары, хорошие передачи. Я надеюсь, друзья, выпуск вам понравился. Поддержите обязательно максимально его своими лайками. Подписывайтесь на канал, если здесь впервые. И залетайте по всем ссылочкам в закрепе. К телегу на Твич и на второй канал. Всем буду рад. Ну и увидимся с вами совсем скоро. С вами был Локи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok